Я вас еще больше зауважаю. Честно, реально стильно и очень круто. Уже долгое время в интернете показывают такие концепты с экраном от края до края. Господи, кубертиноцы, я вас умоляю. За это я вам даже 6 плюс засранцев прощу. Наверное. Вы поняли как будет? Сразу уберется кнопка Home. Она станет сенсорной. Будет отображаться тогда, когда она нужна. С камер отпечатков пальцев Touch ID, соответственно, в защитное стекло экрана интегрирует. С лицевой частью все понятно. Теперь интересно, какой же вид получит тыльная сторона семерки. Первым делом, наконец-таки, уберут эти пластиковые полоски, которые всех задрали. Полностью избавить от них корпусу Apple пока не получится, но зато сзади их не останется. Деления для антенн сохранятся только на боковых, верхней и нижней грани. Можно было прямо в дисплее их вкомпоновать. Ну ладно, хотя бы так додумались сделать. Этот момент они для iPhone 7s или уже для 8-го подготовили. Нам скажут, ребята, сегодня мы в очередной раз творим историю. Мы избавились полностью от всех полосок на корпусе. Да, все в духе попертируется. К слову, бытует мнение, что данный iPhone избавится от алюминиевого корпуса. Может, к степлятам убернуться? А че, клево получится. Модуль задней камеры переделает. Следовательно, она полностью втопнута внутрь корпуса. В общем, такое чувство, будто они пару сайтов с формами прошустили. Работу над ошибками выполняют. Кстати, обещают добавить еще одну камеру. А знаете для чего? Вы еще не догадались? Правильно, для оптического зума. Ой, вы мои хорошенькие. Ой, красавчики. Наконец-то вы доперли, что действительно надо камере iPhone. Эй, только попробуйте наломать здесь. Сразу по вардам схлопочите. Снова обидят пользователей обычных iPhone. Не плюсов. Да, друзья, две камеры будут только у лопаты плюс. Ёлки-маталки, что снова придется этого уродца брать? Я хочу оптический зум в обычной версии. Значит, тут схема такая. Два объектива по 12 мегапикселей. Один отвечает за оптическую стабилизацию изображения вместе с более широким углом обзора. Один за как раз таки оптический зум. О, вот это настоящая тема. У айфона будет полноценный зум. Такой мужицкий, как у нормальных зеркалок или биноклей. А сейчас какой зум у телефона в Apple? Ты хочешь приблизить объект, а в результате оно все по-уродски получается. В итоге изображение выходит таким убогим, как жопа мамонта. Единственное, какой выйдет у всего этого вид. Непонятно, оставят они камеры вот так по отдельности или садят все в одно целое. Вполне вероятно, что корпус трубки станет водонепроницаемым. Внутри компании уже работают над оболочкой с приведением новых композиционных материалов, обеспечивая их в окружении аппарата на определенную глубину. С выходом технологии USB Type-C сразу было понятно, что они не остановятся с ней только на макбуках. Здесь они, жулики, все уже давно порешали. Это же для них очередной способ бабосов срубить. Как они тебе такое пропустят? Все, разъем мини-джек для наушников у нас отберут. Все перекинут на порт Type-C. Так что переходички по 30 долларов они по-любому подготовили. Готовьтесь, сейчас начнется вся эта фигня. Конечно, если от мини-джека избавиться, тогда обязательно должна измениться толщина устройства. Если у нынешнего 6С она 7,1 мм, то у его приемника это значение должно составлять от 6 мм до 6,5 мм максимум. Ох, сколько же я был поближе к теми переходичками на руке. А бедсы как поднимутся. Они их сразу под новый порт переначат. Процессор A10 поставят. Даже 3 гигабайта оперативки туда выходят. Послушайте меня сюда. Вы ж лагары. Когда ILS оптимизируете так? Я же знаю у вас на плецов. Крутых процессоров с оперативками вы вставляете. Айфон все как ключ, так и дальше ключ не будет. Потому что вы систему через одно место в последнее время делаете. И уважаемая Apple. Нормальный аккумулятор в айфоне у вас когда появится? Введите в себя в конце концов. На дворе 21-й век. Сегодня у тебя садится батарейка в телефоне. И все, ежки, вот. Был человек? Нет человека. С 7-му плюсу приписывают батарейку емкостью 200 мАч. В 6С плюс 2750 мАч. Не знаю, но тут походу не батарейка походу меняет. Все снова же зависит от операционки. Слухи о беспроводной зарядке от них промелькнули. Ну и что? Какая разница как заряжать? Положив смартфон на специальную панель или через кабель. Вот если бы она без помощи кабеля, примером, от солнечного света питание получала, вот тогда была бы вещь. А так, несуразица какая-то. Добавят модель на 256 гигов. Не понимаю, зачем такой объем памяти. По-моему, гонимо. 128-ки, да даже 64-ки и то и достаточно. По поводу кнопки «Домой». Она сможет воспринимать жесты свайп, а также 3D-тач, как дисплей в айфонах 6s, 6s2. То есть будет служить не просто для разблокировки, выхода на главный экран, активации Siri, а для упрощения и использования телефона. К примеру, чтобы открыть меню многозадачности, достаточно провести пальцем по кнопке справа налево. Еще, предположим, на карте можно создавать новые маршруты. Клавиша Home станет более умной. Интересная утечка, я бы даже сказал, что она из области фантастики. Планируется, что следующая модель смартфона сможет смягчать падение мобильника. Такое новшество станет возможным благодаря уникальной системе, именуемой парашютам, которая своими газовыми дестабилизаторами при падении трубки способна выравнивать аппарат и снижать скорость его падения. Крайне полезная вещь, желаемая многими пользователями устройств Apple. Так как ремонт яблочного аппарата, как мы все знаем, на сегодняшний день немалых денег стоит. Если им удастся выпустить такую технологию, даю гарантию, дадут на зуб всем конкурентам. В этот раз устройство будет укомплектовано уже беспроводными наушниками EarPods. Как новоиспеченные уши, так и аппарат приобретут систему шумоподавления, способные уйти от лишних шумов при звонках, либо при воспроизведении музыки. Девайс должен обрести технологию беспроводной передачи данных Wi-Fi – световой интернет. О нем я вам совсем недавно рассказывал. Кто еще не в курсе, можете выпуск посмотреть. Внутри мобильника появится датчик, принимающий интернет от специальных светодиодных лампочек, которые обладают невероятной скоростью передачи данных. По последним данным, оказалось, что она сможет достичь скорость 1 гигабит в секунду. Скорее всего, выпуск телефона запланирован не как обычно – на сентябрь, а на июнь-июнь. Между прочим, до iPhone 4s первые четыре поколения аппарата вышли в летние месяцы.